Всем привет! Подписчик прислал в ремонт веб-камеру. С его слов она перестала выдавать изображения. Мне редко отдают на ремонт такие вещи, потому что стоимость ремонта выходит примерно в цену новой подобной веб-камеры. Да и в этот раз устройство приложили в дополнение к основному HDMI репитеру, дефект которого не удалось выявить, поэтому видео по нему не будет. Зачем ремонтировать исправный аппарат? А вот веб-камеру давайте посмотрим. Мне самому интересно, что с ней могло случиться. Может что-то элементарное, типа обрыва провода. Вообще я очень люблю снимать простые ремонты, требующие минимума затрат, потому что их сможет повторить максимальное количество моих зрителей и сэкономит на этом немного денег. Глупо сейчас сразу разбирать корпус и искать причину неисправности. Нужно сначала убедиться, что дефект действительно есть. Подключаю USB кабель к ноутбуку. Устройство определилось и готово к использованию, судя по сообщениям операционной системы. В диспетчере устройств веб-камера отображается как USB-видео устройство, что соответствует действительности. Никаких замечаний к исправности устройства здесь нет. Попробую вывести изображение с камеры на экран. Запускаю программу веб-кам компаньон и нажимаю кнопку монитор. Загорелся индикатор работы камеры, но изображения нет. Проверяю, работает ли микрофон. Работает. Шкала уровня звука откликается на удары о корпус. Значит у веб-камеры не работает только сама камера, как и говорил владелец. Отлично! Разберем и посмотрим, что внутри. Снимаю переднюю накладку. Под ней находится несколько корпусных винтов. Выкручиваю и снимаю лицевую панель корпуса. Здесь у нас располагается плата электроники с распаянными на ней цветочувствительной матрицей, микрофоном, контроллером и другими компонентами. Выкручиваю пару винтов и извлекаю плату. Осмотрим ее более детально. В общем-то на вид все в идеале. Мультиметром проверил наличие питания. Основное напряжение присутствует. 5, 3,3 и 1,8 вольта. Пока ковырялся на плате своими шаловливыми щупами, не заметил, как на дисплее ноутбука появилось изображение. Непонятно с чего, но камера начала работать. В результате эксперимента выяснил, что камера гарантированно включается, когда плата подвергается легкой деформации. Сейчас ее слегка сгибаю пальцами. Без деформации изображения нет. Это может указывать на наличие дефекта в пайке какого-то компонента. Посмотрим под микроскопом. Может быть удастся что-то найти. Приверяю пайку микроконтроллера, слегка толкая иглой каждый вывод. Если какой-то вывод будет двигаться относительно дорожки, то значит он припаян некачественно. Сильно давить не нужно, чтобы не погнуть вывод и не оторвать дорожку. Все выводы припаяны хорошо. Может быть что-то со светочувствительной матрицей, ведь именно она получает информацию об изображении. Извлекаю оптику и осматриваю микросхему. Она припаяна на шары припоя. Не знаю, как можно визуально проверить качество пайки. Могу разве что пропаять микросхему. То есть нагреть плату до температуры плавления шаров и после этого уже смотреть. Если камера станет работать без предварительной деформации платы, то значит причина неисправности была в плохой пайке. В общем-то говоря, звучит правдеподобно. Я в это верю. Стоит попробовать. Закрепил плату таким образом, чтобы можно было нагревать ее под микросхемой. Направлять поток горячего воздуха напрямую на микросхему, думаю, что не стоит, так как неизвестно, насколько чувствителен к нагреву ее поверхностный слой. Наношу немного флюса и с помощью фена прогреваю плату. Температура 300 градусов, поток воздуха средний. Нагреваю до того момента, пока шары под микросхемой не расплавятся. Микросхема покачивается при касании пинцетом, значит припой расплавился и микросхема пропаяна. Жду, пока она остынет и очищаю ее поверхность. Идеально. Закрепляю оптику и подключаю плату к ноутбуку. Отлично. Сейчас все работает и можно собрать корпус. После сборки тестировал непрерывной работой в течение нескольких часов. Дефект не повторился. С момента пропайки прошло около двух недель. На данный момент веб-камера работает исправно. Правда ли причина была в пайке и не повторится ли дефект в дальнейшем? Я не могу сказать. Ответить на эти вопросы сможет лишь время. Ну а на этом на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...